Этот трехэтажный дом на улице Советской построили в 1910 году. Он является объектом культурного наследия. В 2019 году его признали аварийным, и жители предполагали, что может произойти ЧП. Вечером 2 апреля обрушились перекрытия между подвалом и двумя крылами этого здания. Теперь находиться здесь опасно. Во дворе жилого дома образовалась яма. Доступ на этот участок сейчас ограничен. Визуальный осмотр экспертов показал, что некоторые конструкции здания утратили несущую способность. Часть этого дома может рухнуть в любой момент. Поэтому 8 семей неизмедлительно расселили в жилье маневренного фонда. По словам жильцов исторического здания, о возможной опасности они знали уже давно. В 2011 году был пожар. Вылили, я так поняла, 80 тонн воды до подвала, все было залито. Ну вот как, сколько мы просыхали, сколько там времени прошло, уже, не знаю, может быть, недели 2-3, пока это все высохло, пошли трещины. Трещины эти все укреплялись этими строительными, этими стетками. Но после этого трещины опять появились и опять увеличивались. И вот мы уже где-то с 2015 года потихоньку начали уже обращаться в инстанции, что у нас вот трещины такие, что потихоньку увеличиваются. Перевод здания в статус аварийного занял около трех лет. Когда процедура была завершена, переселить жильцов пообещали в 2027 году. Однако решить проблему пришлось раньше установленного срока. Аварийный дом в администрации обещают частично разобрать. На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям ответственным службам было поручено составить сметный расчет на проведение детально-инструментального обследования и проект демонтажа дома номер 27. В каких районах расселенцы получат новые квартиры и как долго им придется оставаться в жилье маневренного фонда, неизвестно. Подробности в мэрии пока не сообщают. Также отметим, что прокуратура занялась проверкой исполнения норм содержания исторического здания. В ведомстве подозревают, что городская администрация не приняла должных мер по избежанию обрушения. Так ли это на самом деле, станет известно после проведения проверки.